девчонки всем привет сегодня с вами будем делать педикюр расскажу вам как я делаю педикюр себе дома если у меня под рукой нет аппарата и так как вы можете наблюдать на правой ножке у меня было нехолизис он уже почти срос кому интересно ссылочку оставлю под видео как мы делали и убирали его и так буду делать сегодня одной ножки под ногу я подкладываю салфеточку беру вот такой размягчитель для кутикулы он не сильно жидкий я капаю на каждый пальчик и аккуратненько распределяю его апельсиновой палочкой кстати девчонки хотела вам порекомендовать канал где врач трихолог коротко отвечает на любые вопросы о волосах какой шампунь выбрать как ухаживать за волосами и многое другое канал называется короче о волосах ссылочку оставлю в описании и так распределяем аккуратненько апельсиновой палочкой и начинаем вычищать большой пальчик я всегда оставляю напоследок как так как на нем самая грубая кутикула вот видите птеригий аккуратненько отделяется и мы можем создать такой карман для последующего среза ножничками работаю я всегда к синусу то есть от краешка очищая боковые валики это средство прекрасно справляется скажу на своем личном опыте у меня был до этого размягчитель северина и он мне совершенно не понравился этот размягчитель мне очень нравится подержать его нужно 20-30 секунд и далее приступить к такой обработке апельсиновой палочкой апельсиновую палочку очень хорошо справляется со своей задачей во первых она одноразовая во вторых она не портит ноготь и в третьих ее можно заточить это очень удобно и так приступаем к большому пальчику начинаем мы работать от уголка ногтя к серединке нажим у меня есть но он практически минимален но плюс я конечно же чувствую где мне неприятно больно и как мне лучше почистить с какой силой надавить если вы это будете делать на ком-то тут немного сложнее но в принципе тоже можно приноровиться что хотелось бы еще отметить бывает приходит ко мне клиента говорит тань у меня болит вот в уголках большого пальца мне кажется у меня врастает ноготь мы проводим палочкой и вытаскиваем обязательно уголочки их мы не срезаем видите сколько там кожицы это называется под ногтевая мозоль то есть ноготь упирается в кожу и кожа там грубеет и создает дискомфортное ощущение при ходьбе и конечно же узкой обуви неудобный приступаем к срезу ножничками девчонки хотела вам рассказать кто делал сам себе педикюр наверное представляет какой сейчас позе сижу горячесть тут еще сверху камеру в общем не очень то конечно удобно извините если будет где-то какие-то недочеты на себе делать это вообще очень неудобно в предыдущем видео я спрашивала кто себе делает маникюр или кто-то ходит к другому мастеру а вот что касается педикюра если вы не обрабатываете пяточки а только делаете себе покрытие делаете вы его себе сами или же ходите к кому-то на большом пальчике возможно понадобится вторично сделать это чтобы убрать как раз таки вот эти под ногтевые мозольки они отлично размягчаются этим средством мне оно понравилось хотя заказала его чисто случайно просто на пробу если есть какие-то сильно огрубевшиеся частички я это делаю пушером уже пушером я стараюсь все-таки по ногтю не возить а если и касаюсь его то нажим у меня минимальный смотрим уголочки вытаскиваем их нигде ли ничего не вырастает и подрезаем то что размягчилось то что осталось скажу сразу очень запущены у меня ножки я очень сильно переходила переносила покрытие это покрытие я делала еще в начале августа то есть ему было два месяца я просто подрезала его так как на себя у меня не было времени ну когда результат нас устраивает мы обезжириваем наши ноготочки обезжириваем два раза как-то поступал вопрос что за салфетки такие которыми я обезжириваю девчонки если будет интересно если хотите я сниму видео на чем можно сэкономить немножко при нашей такой интересной работе и какие есть некоторые полезные мелочи которые не обязательно покупать например в профессиональных магазинах далее после тщательного обезжиривания мы конечно же наносим праймер не считаю кстати что зима это возможность не делать себе педикюр педикюр у меня есть всегда берем розовую базу камуфлирующую наносим ее тонким слоем для начала валики при этом мы отодвигаем или держим чтобы везде аккуратненько прокрасить потом берем капельку и распределяем по ногтю так как сильное выравнивание на ногах не приветствуется потому что от тяжести базы ногти начинают скручивается и врастать то есть не стоит делать такое сильное выравнивание как мы делаем на ручках лучше сделать немного его потоньше и на ногах я всегда распределяю тоненькой кисточкой базу потому что вот например подобраться к боковым валиком для меня на ногах лучше не докрасить чем залить кутикулы ноготочки наши уже преображаются потихоньку и нам осталось выполнить на остальных четырех пальчиках ноготочки маленькие поэтому следите чтобы на кисти не было очень много материала я выполнила покрытие базой на всех ноготочках и приступаю к дизайну френч если у вас торец ногти не прямой а как у меня немного закругленный так скажем мягкий квадрат то и полоска которую вы проводите должна быть должна повторять форму вашего торца ну а тут в принципе все просто так же как и на руках рисуете усики чтобы обозначить высоту френча и прорисовываете от них закругляете чтобы не париться я всегда прокрашиваю кистью из флакона свой фрэнч и потом тоненькой кисточкой дорабатываю уголочки и уже распределяю ровно материал аккуратно прорабатываем уголочки и когда нас все устраивает отправляем в лампу и так выполнили мы френч на всех пяти пальчиках на самом деле он ровный просто мои пальцы смотрят в разные стороны и чтобы как-то разнообразить наш френч я буду использовать вот такой гель лак шайн под номером с03 берем тоненькую кисточку и рисуем луночки у основания ногти гель лак очень плотный поэтому достаточно всего лишь одного слоя рисую я эти луночки на всех ноготочках конечно же не забываем про маленький мизинчик мы его не обходим стороной и так вот мы сделали луночки просушили их теперь набираем на кисть белый гель лак обязательно чтобы не было капельки иначе тонкие линии у нас не получится и обводим каждую луночку на большом пальчике обводку выполняем в две тонких линии то есть я дублирую нашу лунку на остальных пальчиках такого делать я не буду потому что они и так маленькие я считаю что дизайн будет перегружен итак выполнили дизайн покрыли мы топом и вот такие ноготочки у нас получились и девчонки запомните зима это не повод не делать педикюр хотя бы обработку наших пальчиков вот такой результат вышел ставьте лайки подписывайтесь на мой канал с вами была Таня Бестнейл всем пока